Ну что, господа, всем доброе утро! Сегодня у нас воскресенье, но у нас рабочий день. Новое место, новая жизнь. На часах 7 часов утра. Поедете вместе с нами и посмотрите, чем же мы сегодня будем заниматься и сколько в итоге на этом заработаем. Поехали! Ну что же, дорогие друзья, 9 часов. Мы прибыли на место расположения, где сегодня будут друзья делать этот объект. Наверное, в самом начале я неправильно выразился. Это мои друзья работают монтажниками свето-прозрачных конструкций, как правильно называется. И я сегодня буду проводить с ними один день и смотреть, как они все устанавливают, как они это делают и понять суть этой работы. То есть для меня это познание новой профессии. Не знаю, пригодится она или нет, но все же давайте посмотрим, как это тяжело или насколько это тяжело. Итак, господа, вот на сегодня фронт работы. Вот эти вот окна. А здесь бетон. Вот они. Вот я буду смотреть, с чего все начинается и как ребята все это дело производят. Сейчас в данный момент, я смотрю, они расставили лазер для замера. И, как говорится, все по порядку. Пока что для меня это абсолютно все новое и ничего не понятно. Итак, господа, вот пустые проемы, которые сегодня нужно будет заполнить окнами. Ну, а точнее вставить туда окна. Так что я покажу вам начальную стадию, ну и когда уже будет финал, когда будут стоять сами окна. А сейчас ребята по-прежнему занимаются пока распаковкой самих окон. Сейчас их нужно будет разобрать, насколько я понял, потому что на второй этаж вот в таком собранном виде довольно-таки проблематично их будет доставить. Поэтому изначально окна ребята разбирают, потом по лестнице мы будем их доставлять на второй этаж. Ну, а те окна, которые на первом этаже, гораздо проще. Самое главное, это второй этаж. Ну, глаза боятся, а руки делают. Так, начальная стадия подготовки окна. Вот само окно. Женич тут его, в принципе, сейчас подготавливает, присверливает нужный материал. Ну и вот сам проем. Сколько по времени, в принципе, минут 20 занимает, 25. Установка одного окна, да? 15. Минут 15, да? Ты здесь лазер тоже устанавливаешь? Да. Здесь лазер не будет, понимаете? Понял. Здесь мы вручную. Ну, как говорится, начнем. Ну что, 9 минут получилось, и окно готово. Значит, остается только запенить, и, в принципе, все. Но это только начало, это самое маленькое. Вот сейчас пойдет большие уже. Вот с большими уже будет сложнее, да? И второй момент, вот то окно еще проблемное, потому что там нужно установить, а здесь внизу оврат. Как это все сделать, будем сейчас думать. Ну вот, Жилек, еще одно окно установил, тоже по времени, так же, 8-10 минут-тире. Теперь вот, какая самая проблемная штука начинается. Если мы эту раму по лестнице втроем поднимали, да, маленького окна, то вот это вот, вот отсюда. Да. Ну, как говорится, еще раз. Отчаиваться не надо, надо начинать. Нелегкий процесс, Женя, продолжается, да? Самый тяжелый был ее сначала поднять, потом установить. А теперь она стоит, да? Но теперь еще самые тяжелые-то стекла будут мне сюда ехать. Вот эти с этими стеклами, второй этаж еще. Ну ладно, идем дальше. Ну что, одну из самых сложных задач позади. Окно уже на месте. Самое сложное-то было поднять раму. И стекла вовнутрь. Потому что здесь двое подавали, мы вдвоем там принимали. Вот на себя попробуй, эту дурь вытянем, она больше 100 килограмм весь. Ну вот сейчас собираем теперь нижнюю часть, которая будет вот здесь находиться. Ну, на десерт у нас еще дверь на втором этаже. Тоже такая, довольно-таки проемная мне. Хотя время 12 часов, еще до вечера достаточно. Ну что, ребят, время 3 часа дня. Фронт работы продолжается. Как вы видите, здесь уже рама стоит, нижние стекла стоят. Осталось только верхние уже просто доставить. И, соответственно, нижний каркас верхний. И в данный момент, вот, поднимать эти стекла непонятно как. Но они весят, я думаю, сколько пошло... Ой, Женя, больше 150 килограмм одна дверь весит, как думаешь? Пограмм 40. Чего? Да что ты рассказываешь. 50 я спокойно поподнял. А то мы вдвоем, блин, это самый волосы дыбом встали, чтобы ее не подняли. Не может там больше. Да когда она идет, ты посмотри, она убойная вообще. Нереально, да. Да, Костя? Со всех сторон обходишь меня, а? Опять ты меня со спины меня? Ага. А как же ты хотел бы мне? Вот тебе видеообзор вашей работы. Так, продолжаем дальше. Подняли кое-как эти двери, которые оказались 100-килограммовые, а не 40-килограммовые. Как говорил Женя. Вот. Осталось сейчас установить замки. Женя там устанавливает. Пропенили все швы. На окнах. Ну и в принципе, результат работы на сегодня. Вот такой вот. Значит здесь, панорамное окно тут, маленькое здесь, там и второй этаж. Два маленьких. Значит, получается дверь на втором этаже. И осталось сейчас поставить, точнее надеть на петли дверь на первом этаже. Ну, ребята работают в полной мощи, а я, как говорится, подмастерий. Да, Костя? Ну что, господа. На часах сколько у нас? 17.34. Ну, так прошел рабочий день по установке окон. Я буду уже простым русским языком говорить, все никак не запомню, как правильно это должен называется. Работа, я вам скажу, не из легких ребят. Понятно, что хорошо оплачиваемая, но довольно-таки тяжеленькая. Ну, не каждый день, конечно, такие панорамные окна бывают. Бывают и маленькие. Но вот сегодня балкон, дверь, окна. И с 9 утра до половины шестого вечера. Так или иначе, дело все-таки интересное. Я думаю, можно этому обучиться. И в жизни всегда оно пригодится каждому. Потому что новая профессия, она всегда все-таки новая профессия. Поэтому, ну, я еще и сегодня с вами не прощаюсь. Как сядем в машину, поговорим с ребятами. И на том наше видео сегодня завершаю. Итак, ребят, на часах седьмой час. Наконец-то прибыли с рабочего дня. Да, с первой, с пробочной. Конечно же, все, весь, все процессы я отснять не смог. Потому что, когда мы поднимали окна, понятно, что их нужно было поднимать. В это время кому-то было снимать. Когда-то там что-то переносили, перетаскали и так далее. В итоге, вот так проходит рабочий день. И, Костя, еще раз, монтажника. Монтажник светопрозрачных конструкций. Монтажник светопрозрачных конструкций. Тебе нравится вообще твоя работа? Да, понравилось. Ну, понятно. Вот, например, за сегодняшний рабочий день сколько ты заработал? Он расписал секрет фирмы. Секрет фирмы? Да. Ну, для людей-то скажи что-то. Тут, я думаю, не секрет. Ну, не меньше пяти тысяч. Не меньше пяти тысяч за рабочий день. Ну, это хорошо. Паша, тебе тоже нравится эта работа? Да, я женат надеюсь. А он меньше восьми не выезжает на работу. Ну. Вот сегодня до восьми тысяч. И работаем мы. Больше восьми тысяч. Работа Павел Сергеевич. Все понятно. Ну, ладно, господа. Хочется уже поужинать быстрее. Я хоть, да, сегодня и подмастерьем-то был, как говорится, ученик-монтажник. Такой журналист-любитель, да. Поэтому на этом на сегодня все. Если кому-то нужно поставить там окна, балконы, двери, вон, обращайтесь. Ребята это умеют все делать на отлично. Ну, приступим к ужину. Всего вам доброго. До новых встреч.